У меня летелось соревнование. Я музыка или музыка меня? Меня не переключишь. 25 лет бизнеса. Приучили ко всему. Коллеги, я предлагаю рассуждать. Кто к вам летел? 8 часов. Я, например, 4 часа просидел в Новосибирске и затумал. 12 часов. Кто-то летел. 17 часов. И мы не можем упустить такую возможность. Я хочу предоставить слово трем спикерам, которые вели круглые слова. Но вопрос в принципе один. Получить обратную связь. Что было, какое отличие было в общении с предпринимателями Амурской области. И коротко экспертизу, чтобы все-таки напоследок, раз есть возможность сказать, чтобы они сказали нашему коллективу. Скажем так, мы из основной физики уже, наверное, в коллектив превратились. В своем переходе на другую уже все узнаем. Здорово-здорово станет. И я приглашаю Максима Елисеева, координатора проекта ЮНИДА. Он вел участие российской компании в закупках организации ООН. Где Максим? Не выйдет. А-а-а. Вы знаете, он так переживал. То, что будет 2-3 человека. Я туда заглянул, там сидел человек 15-20. Я так взрываю. Они еще просто не закончили. Посмотрите, пожалуйста, ребят. Да. А пока женский комитет ведь закончил. Лариса. Лариса. Лариса Бутенко навела секцию женских предпринимателей. Да. Лариса. Лариса, что отличает все-таки тот же дальневосточный округ? Все-таки что бросит глаза по Амурской области? И все-таки что мы последовательно не успели сказать? Что еще добавили? Всем начался новый день. Надеюсь, этот день для вас будет продуктивной темой. Я могу сказать, что меня удивило. Знаете, что? Наши девушки уделились своей историей, и практически каждая из них так или иначе говорила о том, что она получила помощь в институтах поддержки предпринимателей, которые созданы на территории либо города Клаговенщинска, либо Нурской области. То есть они говорили о том, что они получали субсидии, что они получали консультации, что они получали сотрудничество... Это отличное от других чем? Да. Ну вот в таком количестве, то есть фактически каждая выступающая... А ты как выбирали? Нет, что самое интересное, я точно знаю, что выбирались один таким случайным способом. Те выступающие, их точно нам не рекомендовало Министерство экономики. Мы выбирали из числа членов опор России регионального отделения. И тут, как говорится, очень много положительных слов слышала в адрес Борис Калимовича. Я могу сказать, что я очень радуюсь за предпринимателей и Благоведческого, и Амурской области, потому что есть такая опора и такая поддержка. Опора в лице опоры, и поддержка в лице института поддержки. Такая тавтология. А если говорить про то, чтобы мне, наверное... Я так понимаю, что сейчас именно женская история, история поддержки женского предпринимательства, он и ручальные шаги на территории региона приобретает, я очень надеюсь, что она получит свое развитие, потому что у них очень интересные истории, вкусные, которые прямо просятся на экран, на телевидение, в части популяризации предпринимательства. Мне кажется, это очень классная и интересная история успеха, которую заражают. А вот у нас подошел Максим Елисеев. Как мы и подозревали, его просто не отпускали. То есть больше трех человек все-таки пришло, да? Да. Да. Максим, что удивило в Амурской области? В чем отличие от других регионов и последний посыл, который послает залу по итогам нашего святежного дня? Спасибо. Да, действительно, не отпускали. Несмотря на то, что было не так много народу участников. Все полное было, наверное, мимо-то. Но, тем не менее, мне очень понравилось, что был очень в итоге такой интерес, что я успел с первого раза выйти. Большое спасибо за гостеприз, прекрасная природа. Может быть, погода сегодня как бы не очень, но все прекрасно. Что я хотел бы в виде посыла сказать, что на этом форуме я бы старался расширить географию того проекта, который мы сейчас ведем при поддержке проекта Организации юридических наций по промышленному развитию, а наши люди – это при поддержке нашего Министерства иностранных дел, для того, чтобы вводить российские компании на экспорт, но не просто в какую-то страну, а в организации системы ООН. Это более 18 миллиардов долларов в год, и это еще один канал, который может быть использован в нашем соотечестве, для того, чтобы повышать наше благосостояние и качество жизни, выходить на новые рынки и так далее. Поэтому мы делали мастер-класс и, соответственно, в округлом столе сейчас обсуждали эти вопросы. Поскольку объем и масштаб взаимодействия с ООНской системой на самом деле не ограничивается только тендерами, туда можно очень много интересных вещей и оттуда и получить, и туда дать. Поэтому мы очень надеемся, что в дальнейшем Амурская область тянет еще одним таким столбом участие России, российских компаний, российских предприятий в международной линии, соответственно, повышает... У Максима очень сложная ситуация. У них есть в регионах, говорят, 18 миллиардов. Возьмите, пожалуйста, они готовы работать. Он серьезно, именно это они все бесплатно обучат, бесплатно сделают. Возьмите, если так смотрят, то есть не до этого. То есть, у нас китайский нибудь урвает и так далее. То есть, он разубеждает. Но вдохновленный, видимо, все-таки Амурская область не разочаровала. Конечно, нет. Спасибо, спасибо большое. И мы вставляем у вас слово также, что в Амурской области удивило, и что положительного, и какой-то последний напост. Анна Горрапова, проводитель отдела средств индивидуальной компании «Трастехнология». Она вела круглый стол правовой охраны интеллектуальной собственности при выходе на зарубежный рынок. Ну, собственно, да и в первую очередь спасибо организаторам за столь значимое мероприятие. И, знаете, основной посылом моего мастер-класса был в том, что как важно охранять вашу интеллектуальную собственность еще до того, как вы выходите на российский или на зарубежный рынок. И, действительно, здесь я была приятно удивлена, что коллеги, которые пришли, действительно осознают важность охраны своей интеллектуальной собственности. Наверное, во многом это обусловлено близостью с Китаем. И, на мой взгляд, вот назрела такая необходимость. Людям не хватает некого информационного ресурса, возможно, какой-то просто страницы, может быть, на сайте «Опоры России» или «Бизнес успеха», где бы кратким, понятным языком были написаны основные аспекты по интеллектуальной собственности. Что сделать, если ты хочешь охранять свои товарные знаки или иные объекты интеллектуальной собственности, чтобы они, возможно, могли задавать вопросы. Поэтому, я думаю, что вот эту организацию надо как-то наладить, и, наверное, нам, как компании патентных поверенных, возможно, более тесно сотрудничать с экспортным центром, чтобы тоже оказывать вам помощь в этих вопросах. Ну, отклик был? Отклик был. Отлично. 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 Мы сейчас принимаем целомое награждение. Те, кто не был в прошлом году, наверное, уже, в принципе, помнят. Ну, всё, в принципе, «Оскар» смотрели, да? «Глюк»? Ну, примерно так же. То есть, так же реагируем, все, кто видел. То есть, это наш предпринимательский «Оскар». Он пройдёт очень быстро, но надо, в принципе, реагировать и вовремя хлопнуть. Не буду хлопать. Это уже с золота. С золота началось. Так и организаторы призы сделают, такие мы и вручаем. А их очень много. Встреча раковит золото, я думаю. Каждый, каждый пресс... Андрей Солодович, можно, пожалуйста, аплодисменты? Аплодисменты. Ну, конечно, я не смогу вас отпустить, потому что, как мне сказали, практически все награды будут даже комментировать и вручать. Нам только лишь остаётся озвучить наши номинации и победителей. Первая номинация — «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного кливата». Также на сцену нам хотелось бы пригласить Людмилу Старкового министра экономического развития и внешней связи Амурской области. На сцену? Да, потому что отсюда будет удобно, потому что нам неудачно. Поведители. Итак, конечно, Евгения Бешеная, муниципалитет, победителя будет представлять Амурскую область на федеральном этапе премии «Бизнес-Успех», в котором мы традиционно дарим 1 миллион рублей на развитие территории. Итак, победителем стал, внимание на экран, город Шимонос Амурской «Бизнес-Успех»! «Бизнес-Успех»! Наша следующая номинация «Лучший молодежный проект». Номинация имени Сергея Павецова. Партнер номинации и официальный партнер премии «ПСПП-банк». Для награждения победителей приглашается Лизия Несемина, региональный директор операционного офиса «Благовещенский» до невосточного филиала «ПСП-банк» и Алиса Лужнова, начальник управления развития и предпринимательства в истории ученикового уровня в институте и внешней связи Амурской области. Победитель получает символ премии «Золотой домкрат», сертификат на обучение по программе «Мини-МВА» в университете Синергии, сертификат на участие в практическом семинаре «Кайдзен» от «А» до «Я», лицензия на сервис от компании «Сэлмон», сертификат на стратегическую сессию по созданию франшизы от «Топ-франшиз», бизнес-учебник от издательства «Альпина Павлишер», сертификат на интервью на сайте издания «Амур.нет», сертификат на интервью на сайте издания «Айсэн-24», сертификат на оценку рисков от «Благовской компании «Лугол Консалт» и другие ценные призы от партнеров номинации. Итак, победитель прямо сейчас у нас на экране Денис Розов, пиар-клуб «Паркал», пиар-клуб «Паркал», пиар-клуб «Паркал». Денис, нам хотелось бы узнать буквально несколько слов об эмоциях, которые сейчас внутри тебя. Спасибо большое. Я так себе собственно говоря представлял. Будем двигаться дальше. Я уверен, что это не первая моя награда. К новым высотам. Спасибо за поддержку всем студиям и зрителям. Спасибо. Я поздравляю. Я хочу сказать, что это одна из самых важных номинаций. Молодежный проект, молодежное предпринимательство. Несмотря на то, что какого официально не закреплено в законодательстве, но это самый перспективный направление предпринимательства. Поэтому вам больших перспектив, удач и побед. Мы тоже рады как банк быть партнером именно этой номинации, потому что за молодежью будущее, социализацией и вообще вперед не останавливаться. И нам нравится ваш настрой. Поздравляю. Спасибо, партнеры. Наша следующая номинация – лучший производственный проект. Партнер номинации и официальный партнер премии – ПСПБ банк. Для награждения победителей приглашается Александр Королёв, начальник отдела развития интернет-банка ПСП Банк, и Валентина Тацко, заместитель министра экономического развития и внешней связи Амурской области. Сертификатное участие в практическом семинаре «Кайдзен» от А до Я. В вашей компании есть проблемы с качеством продукции, сроками изготовления и поставок, эффективностью труда, падает производительность и растет земестоимость продукции. Семинар «Кайдзен» от А до Я – это комплексное решение всех ваших проблем. В том числе, вы дали нашему победителю и этот сертификат. Ну а прямо сейчас давайте узнаем победителя в нашей номинации. «Кайдзен» от Амурской области. «Кайдзен» от Амурской области. Поздравляем за службой победой. Действительно, производство – это всегда очень сложный процесс. Это очень сложное направление бизнеса. И тем не менее, мы видим, что и в Амурской области это направление развивается. Есть уже свой победитель, который одержает успехов. И еще раз за службой наградой поздравляем! Наша следующая номинация «Лучший экспортный проект». Партнер номинации и сорганизатор премии «Российский экспортный центр». Для награждения победителя приглашается Владимир Крет, руководитель обособленного подразделения «Российский экспортный центр город Хабаровск», Максим Елисеев, координатор проекта «Юнида». Победитель получает сертификатное участие в акселуационной программе «Бизнес-Успех». Акселуационная программа «Бизнес-Успех» – это бизнес на новом уровне. Личный опыт масштабирования бизнеса от известных предпринимателей. Топовые образовательные программы. Взгляд на поддержку малого бизнеса изнутри. Итак, наша номинация «Лучший экспортный проект». Победитель. Татьяна Капуста. Мог на месте. Какая «Танка-органика». Так что, как старичную принцессу покрушили подарками и призами, мне хотелось бы, конечно, услышать несколько ваших слов. Татьяна Капуста. Ну, в принципе, победа… Не то, что была в задаче, я была уверена в ней. И будем держать курс о федеральном проектах. Поздравляю вас с победой, заслуженной победой, несите высоко это звание, пользуйтесь нашими услугами, услугами Центра поддержки, успехов вам! Спасибо большое, мы продолжаем и наш следующий номинантский Партнер номинации официальный партнер премии МСП Банк На сцену приглашается Ирина Абалмасова, региональный директор МСП Банка, Ольга Благореченская и Лариса Завеститель председателя Приморского отделения Опора России. Победитель получает сертификат на обучение по программе МИИ по университете Синеркия. Эта программа разработана для специалистов и руководителей компании, которые хотят систематизировать имеющееся знание или познакомиться с ключевыми аспектами новой для себя сферы управленческой деятельности. Обучение проходит в формате онлайн с использованием примеров из практики крупнейших российских международных компаний. Итак, наш победитель номинация лучший женский проект. Мария Крова, гипностический воркотцентр Партнер. Бария Голуба летит. Мы решили получить от вас награду. Во-первых, я всем буду рада, для меня это, честно, очень неожиданно, очень неожиданно. Номинация неожиданная, я почему-то думала, что мы выйдем в номинации ЗОЖ, но... А знаете, что мне вдвойне приятно? Вдвойне приятно, что мне вручают приз такие чудесные женщины, но вы, конечно. Потому что я сегодня впервые была на круглом столе по женскому предпринимательству. Это было просто великолепно, честно, у меня вот так, наверное, ничто еще не стимулировало. Я надеюсь, что мы все-таки не остановимся на нашей деятельности, будет расширять, помогать и делать все, чтобы вы сохраняли свое здоровье. Ведь оно самое главное — его не купишь. И не болейте, пожалуйста. Спасибо огромное. Я очень очень удовольствовала, что мы сейчас были в номинации. И вот было для этого сколько у нас? Мы 4-5 номинаций, и говорили, что вот это самое важное. И вот это самое важное. Мне кажется, вот наше самое важное. Потому что во всех предыдущих номинациях везде за спиной у каждого номината есть какая-то женщина. Это либо мама, либо подруга, либо соратник, либо партнер по работе, который ему помогает. И я хочу сказать, что вот эта вот премия «Лучший женский проект», она говорит о том, что территория женщины — это не только кухня, либо дорога в детский сад. Территория женщины — это территория бизнеса, которую она осваивает очень успешно. И уже начинает локтями подвигать тех, кто рядом. Ну и поддерживает, конечно. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот сейчас в манифестке было, да, я так понимаю? Мужчины, напрягитесь. Территория бизнеса — это территория жизни. Да, да, да. А продолжение жизни женщины внимательно уже... Вот это вот. Кстати, продолжим ее уже объявлено короткой строкой, но сейчас уже мы завернуться в полную. Следующая наша номинация — ЗОЖ. Партнер номинации — «Скратегический партнер премии» — «Федеральная пассажирская компания». На сцену приглашается Борис Киловорогов, представитель Амурского регионального отделения «Опоры России». Победитель получает лицензию на сервисы от компании «Селдон». А эти компании «Селдон» подарят победителям комплекс сервисов, помогающих больше зарабатывать и эффективнее экономить. Итак, наша номинация. И все же внимание на экран победителем становится... Анастасия Тимофеевна, компания «Селдон». Анастасия Тимофеева, компания «Селдон» Мне очень приятно, если честно... Я не предполагала, что мы вообще что-то соберем, но это очень приятно, я думаю, что вот эти призы, они будут нам очень кстати, потому что мы сейчас активно развиваемся, особенно устраиваемые разные отделы продаж, там, в общем, сильно загружаемся. Я желаю всем предпринимателям, чтобы они не останавливались, потому что вы знаете, как нам порой бывает сложно, без дополнительных кредитов и так далее, в общем, всем бывает всегда тяжело. Поэтому я желаю вам всегда продолжать свой путь, несмотря на показатели, несмотря на то, что получается или нет, делать свое дело, быть всегда уверенным, что это всегда принесет успех и скорей вам, когда-нибудь. Спасибо. Спасибо. Многие наши номинанты, вообще-то у нас были номинанты, которые говорили, что я был уверен, я была уверена, что так и будет, а вы почему-то не уверены. Будем надеяться, что ваша продукция, которая, как вы из нас, уже продается во многих местах, расширит, так сказать, ареал своего распространения, реализации. Ну и вы, совершенно правильно сказали, теперь ваш отдел продаж получил новый инструмент. Поздравляю, развивайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сначала фотография. Вотография. С visor. Спасибо вам большое за возможность принять участие. Эта награда подтверждает то, что я просто на верхнем пути. Спасибо большое вам. Поздравляю за сложные победы. Желаю всегда очень любить то, что вы делаете, чтобы это вас всегда вдохновляло, и постоянного движения вперёд, и пусть заветные вершины будут покорены, и вы действительно этого достойны. Спасибо. Ещё я вам рекомендую давать уроки «Фатай Майкл». Семей-восемь детей заниматься бизнесом – это как на долгое время управляться. Это достойно, чтобы нести им массу. Спасибо, спасибо вам большое за подарок, потому что подходит специально для вас. Ещё одна номинация – «Народный предприниматель». А, народный предприниматель. Предпринимательский симпатий, не обязательно, да. На сцену приглашается Василий Газизулин, основатель и управляющий партнёр топ-франшиз.ру, и Галина Михайловна, шеф-редактор здания СН-24. Давайте-ка. Можно подписчиками, пожалуйста. Подписчик получает разработку прибыли франшизы на основе действующего бизнеса. «Народный предприниматель». И прямо сейчас… Внимание на экран! Сергей Сергеевич Абонин, «Адросоюз» «Коварный Благовещен». Спасибо, ребята, за данное мероприятие. Конечно, мы получили определённый эффект. Мы сейчас будем только двигаться вперёд. Всем удачи и терпения. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу поздравить всех практически, кто сегодня выходил, с номинацией, с финалом, с этой встречи в Москве. И огромное спасибо всем, кто сделал это предприятие и пришёл. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У нас всё. Нет, как всё. А где ещё этот домкрат? Здравствуйте. А если Борис Леонидович хотел… Ё-моё. Товарищи организаторы, давайте что-нибудь тогда хотя бы, если нет домкрата. А, есть, да, всё-таки. Ну смотрите, домкрата нет, но есть благодарность не больше, не меньше от президента опоры России Калинина, Белопородов Борис Леонидович, потому что рекомендают Леонидович. А нам очень хотелось бы пригласить всех наших. Да, я брошу, да, конечно. Я хотел сказать, что Азат Халилович был только что похож на Деда Мороза, который отвлекал снеговочку, а где я же там что-то открали? Я отказалась, что этот экстракт был заготовлен заранее. Ну, я благодарен и Александру Калинину, чья подпись тут стоит, и Азату Газизову, которого я знаю. Ну, это те люди, которые подают пример и личным примерам своей деятельности своих регионов. Оба они – Калинин с Урала, из Челябинска, господин Газизов из Татарстана. Мы все с вами Заворской области, мы регионы, мы двигаем нашу Россию. Ну, а опора России является ее опорой. Всем вам успеха. Спасибо, что вы участвуете. Спасибо большое. Я хотел бы пригласить всех наших победителей для громового фото, для того, чтобы у нас действительно это все случилось в нашей памяти. Наши так уважаемые гости, те, кто вручал награды, нам тоже хотелось бы видеть вас здесь. Прошу, поднимитесь на сцену. Безусловно, мы должны сказать, что мы настоящие герои с родничьего форума. Мы гордимся людьми, которые принимали малый бизнес. И, конечно же, еще раз хотим подарить вам наши аплодисменты и огромную большую признательность. Большое спасибо за все. Часть гостей, наконец-то, продолжаем наверх. Спасибо. Большое спасибо. Звучит музыка. Главное спасибо. Субтитры делал DimaTorzok